Привет, с вами Евгений Родионов и Культура Работы. Долго думал про что будет выпуск, решил поговорить об ответственности, о том как быть классным, о том, за что платить деньги, о тех, кого любят и уважают. Вот представьте, вы смотрите Культуру Работы, пролайкали все видео, вдохновились ими, после третьего видео первого сезона вы сделали резюме, после четвертого вышли на работу в классную компанию, после последнего видео вы поняли, что деньги платятся ключевым сотрудникам, и это все очень классно звучит. Но как же быть этим ключевым сотрудником? Как быть идеальным человеком, который растет и развивается, тем, кто не подводит? Как нужно мыслить, чтобы прийти к этому? Важны два качества, быть влиятельным и иметь предпринимательское мышление. Сначала про влиятельность. Вот вы пришли в классную компанию и вам в принципе все нравится, но вот в мелочах что-то не то, вот что-то идет не так. Например, вам очень сильно нравится команда. Вот сама команда ок, но некоторые члены команды не очень нравятся. Вот в каких-то вот базовых вещах, мелочах, вот какое-то неприятие. Или, допустим, дядя Вася очень долго торчит на кухне. Или с кухней пахнет пережаренной рыбой. Или там, не знаю, HR очень долго не может найти сотрудников. Или где-то не оптимизированные рабочие процессы и так далее и тому подобное. Вот что с этим делать? Не увольняться же в конце концов. Тема Лебедя в своем колодстве написал 172 главу про зону комфорта. По словам Темы, зона комфорта человека в России заканчивается за дверью его квартиры. А у европейского человека она простирается на лестничную клетку, на подъезд, на дом, на улицу, на квартал, на район, на город, на страну. Я недавно общался с Ромой Зариповым. Вы его, наверное, знаете. Он сделал деда-миллионера. Он сделал аренду роз на 8 марта. И мы в конце прошлого года выдвигали Яндексовскую Алису в президента небольшой командой. Рома классный парень. И я всегда поражался, откуда в нем столько креативности, столько идей в голове одного человека. Ну, собственно, я у него вчера это и спросил. Он говорит, Женя, я просто записываю вот все, что мне понравилось. Понимаете, про что я? Записывайте все, что вам не нравится. А если вам очень сильно от чего-то печет, исправляйте. Распространяйте свое влияние. Распространяйте свою ответственность за пределы своего маленького мерка в своей голове. Перестаньте ныть, что дядя Вася мудак. Перестаньте ныть, что программист, который сидит рядом, тоже мудак, потому что он просто кодит, а не разрабатывает. Перестаньте жаловаться, что вам мешает начальник что-либо делать. Если вам мешает программист, поговорите с ним, попытайтесь поставить его голову на место. Узнайте цели компании, покажите, что его действия не соотносятся с цельными компаниями и что он вредит. Да, если вы дизайнер и к вам подходит акционер и говорит, Миша, давай переделаем фильтр на сайте в очередной раз за две недели, потому что я знаю, что так будет лучше для клиентов, вам нужно отказать ему. Вы в команде, и вы в команде, чтобы сделать ее лучше, а не просто выполнять ручную работу. Оставьте ее массажисткам в Таиланде. На самом деле даже они могут делать свою работу с любовью, потому что там есть какой-то хэппи-энд. У вас должно быть слово, и это слово должно быть с весом. Если слово будет без веса, то вы не сможете что-то изменять, вы не сможете делать мир лучше, вы не сможете что-то улучшать. Вы будете чувствовать дискомфорт. Чтобы влиять, нужно быть сильным. Как быть сильным? Не зависти от других людей, не испытывайте в них нужду. Я советую прочитать две книги. Сначала скажите «нет» Джима Кэмпа. По-моему, я советую в третий или четвертый раз. И «Антихрупкость Талеба». Первое про нужду, а второе про то, как развиваться через кризисы. А причем тут предпринимательское мышление. Обычные работники часто думают, что они просто винтики в системе и не видят всей картины. Но от их действий зависит вся система. Смотрите, писатель долго согласовывал тексты, поэтому сдал его на полтора дня позже. Потом программист верстал его на два дня позже. И тестировщик проверил сайт только через три дня. Выпустили в итоге на неделю позже. А пресс-релизы в 100 изданиях были назначены на конкретное время. Потеря миллионы рублей просто из-за того, что каждый где-то косячил по мелочи. Учитесь предпринимательскому мышлению. Вы знаете, есть тупое выражение работы на результат. Типа, все понимают, что перед результатом все способы хороши, но результаты складываются из процессов. Если вам было грустненько, и вы полнедели сидели в апатии и смотрели сериальчики, а потом начали делать свою работу и опоздали, вы принесли гигантские убытки компании. При чем тут результат? Бракованный это процесс. И вот здесь нужно вспомнить об ответственности. Если вы увидите, что кто-то косячит, кто-то не успевает, где-то проблема, возьмите свои руки. Расширяйте свою ответственность за пределы своих функций. Тогда вы будете классным. С вами был Евгений Родионов. Подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с друзьями. Будьте классными. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok